Повысить статус учителей и привлечь молодых специалистов для работы в школах. Бахаджан Сагентаев вынес ряд предложений по развитию сферы образования. В Алматы, по словам Акима, учредят конкурс для преподавателей СДК Остаз. А молодым педагогам, только приступившим к работе, окажут финансовую поддержку. Уже в этом году такие гранты получат 700 учителей. Салтанат Шурай с подробностями. Роль педагогов велика. Они закладывают фундамент знаний и формируют личность. В Алматы более 32 тысяч учителей. Их хроническая загруженность сказывается на качестве преподавания. А низкая зарплата не привлекает новые умы работать по педагогической специальности. Статус учителя необходимо повысить, считает Бахаджан Сагентаев. Поэтому для лучших преподавателей с 2020 года введут специальные гранты Акима. А молодым специалистам, переступившим порог школы, выдадут единовременную помощь в 50 тысяч тенге. Начиная с 2020 года, я введу специальные гранты Акима Алматы для лучших педагогов мегаполиса, показывающие наилучшие результаты труда и показатели качества образования. Предлагаю, чтобы вы сами определили положение, номинации и критерии в присуждении, чтобы все это было прозрачно и гласно. Четвертое. Мы организуем масштабную информационную кампанию и будем рассказывать о лучших педагогах города, лучших учебных практиках и кейсах. Это будет повышать престиж профессии учителя. Я устроился в школу в этом году. Поддержка Акима города для молодых специалистов очень значима. 50 тысяч тенге – это большое подспорье и мотивация. Главное, мы чувствуем, что наша профессия обретает былой престиж. Она нужна и значима. В Алматы продолжат награждать лучшую организацию образования. Победителю присудят 24 миллиона тенге. Бахатшин Сагентаев объявил о новом ежегодном конкурсе «Уздюк-Устаз». Итоги будут подводить со следующего года в канун Дня Учителя. Призами станет квартира, автомобиль и другие ценные подарки. Начинание Акима поддерживают и горожане. Учитель – это великая профессия, которая с малых лет в головы вкладывает хоть что-то, что было связано с какими-то ценностями родины, знания, ценности культуры и прочего, языка, народа. Если у нас учителя будут получать хорошие зарплаты, я думаю, больше будут в этой отрасли специалистов, желающих обучаться именно педагогическое образование получать. Статус повысили, и чтобы дали жилье, и хорошо им было в школе, чтобы они не нервничали, здоровье поправляли. И дети были у нас и самые умные. По концепции город Безокраин построят новые школы и детсады в шаговой доступности. Инвесторы готовы построить до 20 образовательных учреждений. В имеющихся школах проведут аудит и разработают программу оснащения материально-технической базы. В ближайшие три года городская казна пополнится на 6,5 миллиардов тенге. Деньги направят на снижение дефицита мест в детских садах. Под мини-центр отведут первые этажи новостроек, возводимых по госпрограмме. Управлению образования поручено пересмотреть стоимость услуг в частных садиках. Безопасности уделят отдельное внимание. Это очень отличная новость. В последнее время очень даже много случаев происходило в садах. То, что там даже до трагических ситуаций доходило. Из-за этого, мне кажется, нужно контролировать садики. Это потому что дети – это наше будущее, и дети – это наш смысл жизни. Ученикам помогут определиться с выбором профессии. В школах ведут профильные классы. С нового учебного года в 20 госколледжах начнут работы по профориентации старшеклассников. Определят в городе и самый образцовый колледж. Безработную молодежь обучат и трудоустроят. В своем выступлении глава государства затронул актуальный вопрос на сегодня – востребованность выпускника на рынке труда. Нам необходимо в школах совместно с крупнейшими вузами и колледжами создавать профильные классы. Например, медицинские, инженерные, IT и другие, исходя из потребностей развития экономики и рынка труда Алматы. Выбор профессий для молодых людей – это очень значимый и важный вопрос. Выпускники часто затрудняются и не могут выбрать специальность по душе. В этом плане я поддерживаю предложение о введении профильных классов и тесной взаимосвязи школ с колледжами и вузами. Такое начинание непременно облегчит выбор школьников. По поручению Акима в каждом районе построят дворцы школьников. Первые появятся в Норузбайском и Алатауском. Бесплатными для учеников станут и походы в городские музеи. Есть у нас очень много мероприятий, на которых хотелось бы видеть вот этих вот школьников. А кто их организовывает? Конечно, преподаватели, как неклассные такие вот занятия. Конечно, это очень хорошая идея. Например, мне кажется, что все это поддерживают. Я считаю это правильным. Во-первых, не все могут себе это позволить, когда это на платной основе. Как бы это сейчас не очень дешево, а сейчас стоит. Я, допустим, в свое детство ходила во дворец школьников бесплатно. И никто там денег не брал за это. Насколько сейчас я знаю, очень много платных секций. Если это будет больше у нас социальных программ, особенно детских, это будет просто замечательно. Естественно, это указа. 16 тысяч детей из многодетных и малообеспеченных семей обеспечат школьной формой и горячим питанием. На базе школ для них откроют бесплатные секции и кружки. Салтана Шурай, Илкун Жана Шамжанов, телеканал Алматы.